И знаете, что Бог ему сказал? 300 спартанцев. Меня эта история вдохновляет с 22 лет. Как вас? Она вся сбывается в моей жизни. Там тысячи за ним пошли, десятки тысяч. Он говорит, чтобы народ не возгордился, не сказал, что победили. 300 достаточно. Вот нас сколько проповедников? 300. И что они сделали? В одной руке труба? Ту-тур-ту-ту-ту-ту. Меч Гедеона Салтаненко. Мы из канала Салтаненко. Всем мир Божий, всем шалом. За всех молюсь, всех благооставляю, чтобы в вашем сердце был мир Божий, покой, радость, чтобы пришло Божье спокойствие в ваш дом, в ваши сердца. И ничто не смогло у вас пошатать. Потому что имя Господа — крепкая башня, в неё убегает праведник и безопасен. Ты знаешь, я сегодня подготовился, я сделал такой небольшой конспект. Скажи, пожалуйста, а ты, когда смотришь проповеди, тоже записываешь? Тоже обращаешься к ним, да, только делаешь пометочки? Моя способность к действию, к познанию Бога, к ежедневному, неустанному труду — это огромное благословение, это моя драгоценность. И так наполняет. Это нечеловеческая способность и нечеловеческая сила. И эту веру мы получаем от святых, от апостолов, и передаём святым. Аминь. Она передаётся, вот так по поколению, от святых к святым. Они её хранят, сберегают и передают. Поэтому мы с вами в 21 веке знаем Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Есть вера правильная, которую мы перенимаем от отцов, которые апостолы приняли веру и передали эту веру. И есть вера, в которую человек верит так, как он считает. Вера в душе. И пример веры в душе я могу привести Токаин Авель. То есть оба были верующими, оба принесли Богу жертву, но один убил другого. Это такой очень сильный, яркий пример, что делает религия. Чтобы было, знаете, более понятно, приведу вам пример. Ну давайте Иуды, с третьего стиха давайте. Итак, он пишет Иуда, возлюбленные, имея все усердие, писать вам об общем спасении, я почел за нужное, написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Обратите внимание. Не за свою веру, подвязаться за веру, однажды дарованную святым. То есть вера, она не сегодня есть. Вера, она была намного раньше. И мы подвязываемся за веру. То есть вера существовала еще до нас. Не просто мы говорим, я верю и мне на все, и на всех, и на Авраама, как некоторые говорят, и мне, я просто верю и на церковь, и на пастыря, и на всех. Ты ошибаешься. Есть вера святых, так, как ты веришь, так написано у Иакова. 2 глава, 19 стих. Бесы тоже веруют, что Бог един, но идут в погибель. Веруют, но занимаются дальше своими делами. Это вера бесовская называется. А есть вера святых, вера Божья. И вот нужно определиться, действительно, есть ли это обетование, есть ли это ценность нашей жизни, за что мы сражаемся, за свою веру или за веру святых. Иуда говорит, давайте подвязываться за веру святых. Есть вера бесовская, плотская, как мы читаем в посланиях, что неверовавших Бог погубил. И есть такая интересная мысль, что одна женщина в интернете рассказывала, что Бог, Он есть Бог-любовь. Бог убивал людей в пустыне, и это очень неправильно. И вы знаете, что она рассказала такую мысль, что у меня есть ребенок, и Бог, Он тоже такой, как я. Что мой ребенок, я прощаю своего ребенка до того, как он что-то сделал. Например, возьмем, разбил стакан или любимую мою чашку в доме. Я прощаю ребенка во время, когда он разбил. И также я прощаю после, когда он это уже сделал. Даже наперед прощаю. И вы знаете, что мой пастырь, он очень мудрый человек, и он задает вопрос в аудиторию, спрашивайте, скажите, пожалуйста, когда Бог, который есть любовь, убивал, сжег и уничтожил Содом и Гоморру, Он простил этот город до того, как Он это сделал, после или во время. И поэтому, чтобы не быть обманутым, нужно вникать в Библию, не нужно ничего придумывать, не нужно Бога опускать на свой плотской уровень, на уровень ограниченный. Уровень плотской — это уровень ограниченный. То есть мы не можем Бога опустить на наш уровень, сказать, если бы я был Богом, я бы поступил так. Это очень ограничено и неправильно, и это и есть искушение Господа. Верой пошел. Еще интернета не было, знаете, между прочим, ну вот такого глобального, как сейчас. А сейчас мы пошли вообще до краев земли. Слава Иисусу! Верой! Движемся! Это все вера. Она действует. Верой Сара! Сарочка! Я как-то с сестрой, с Леночкой вот разговариваю, она говорит, трудов сколько стоило сына одного родить по плоти. Говорит, буду рождать по духу. Сейчас. Чуть, говорит, не подохла, когда родила. Очень огромных сил стоит, чтобы по плоти даже родить ребенка, да? Вырастить его, выносить. Колоссальных сил. Верой принимаем силу рождать это поколение. Эта вера дает нам способность эту, способность наша от Господа. Аминь. И поднимать это поколение. Поэтому у вас все получится. Если вы будете принимать веру от святых, и она передана святым, святые ее должны сохранить, святые ее должны передать. Это все вера, поэтому мы передаем ее поколению следующему. То тут у нас еще есть Иосиф, Моисей, верой Моисей захотел страдать с народом Божьим. О, там комментарий мне какой-то написали. Насрали. У кого-то там не сдержание получилось на моей странице. Да выкинь, ты это все. Что ты это нюхаешь? Верой Моисей захотел страдать с народом Божьим. Поверьте мне, не все будут рады вашей проповеди. Диванное христианство особенно будет критиковать вас. Что вы действуете, да? Поэтому страдай. Верой он совершил Пасху, он совершил исход. Скажите, показал ли нам пастырь, показал ли нам наш Моисей, как совершить Пасху в каждом доме? Как преломить Агнца и скушать его? Как не погибнуть с нечестивыми? Ты знаешь, что еще плоская вера, она выражается в том, что я, как христианин, оставляю негативные комментарии где-то в социальной сети или высказываю негативное мнение о церкви и другому верующему. Это является плоское христианство, это бесовская вера. Поэтому пока есть еще возможность, эту ошибку нужно исправить, нужно не писать комментарии негативные, извиниться и исправлять ошибку, не повторять больше ее. и Бог и Бог простит. Бог он милующий и если человек обращается от греха и беззакония, то Бог прощает. Вы понимаете? То, о чем говорит Иуда и вообще о чем все апостолы говорят, нам надо соединиться с верой. И когда ты соединяешься, то что-то получается, но это не просто по твоей, это мое, это благодаря чьей-то вере, кто тебя запустил просто, понимаешь, то есть это содействие, это целая совокупность, целый механизм. А когда я просто брал людей, говорю, ну давай, иди попробуй сам. И что, у людей ничего не получается, а многие даже и в церковь не ходят. Вот она вера. Бесовская вера, плотская, она не работает, понимаете, да? А если Божья вера, она работает, поэтому задача соединиться с Божьей верой, с верой святых. Аминь. Мы, как христиане, мы должны эту веру, которую переданы нам от отцов, принять, хранить и распространять дальше. И как мой пастырь говорил, и я очень получил в этом откровение, то не нужно бояться происходящих событий, нужно бояться быть обманутым. И когда апостол спрашивали, Господи, когда же придет конец света? И Иисус свое откровение, то, что он знал, он рассказывал с момента, что берегите, чтобы кто не прельстил вас. И это очень важно, потому что можно было сказать, ну, будет там, война будет, или еще что-то будет. Иисус начинает именно с того, что нужно знать, кого я слушаю. Поэтому всем благословений Божьих обязательно послушаем его пастыря. Эти все мысли я беру из проповедей у пастыря. Пастырь очень мудрый человек, он есть, я учусь у него размышлять, так как он думает, потому что он имеет результат. Поэтому присоединяйся и будем вместе достигать Евангелия до края земли. Богословения вам всем. Аминь. Спасибо.